Мир, труд, май, день промышленного района. Вместе с праздником весны и труда горожане отметили юбилей самого крупного района Ставрополя. Народные гуляния развернулись в парке Победы. Большой концерт, мастер-классы, ярмарка, конкурсы, соревнования и награждения. С таким размахом свое 40-летие отметил самый молодой и вместе с тем самый большой район города. Здесь проживает половина населения Ставрополя. Большинство из них встретили Первомай в парке Победы. Мы чуть-чуть решили уйти от тех стереотипов, тех традиций. И вот сегодняшний юбилей 40-летия района решили отметить обширно. Именно самым дорогим, что есть у нас промышленным районом, это с вами, с людьми, которые живут и трудятся на благо нашего прекрасного и замечательного района. Одной из самых популярных площадок праздника стала выставка-ярмарка народных умельцев, жителей промышленного района. Разнообразие экспонатов впечатляет. Игрушки, картины, украшения, предметы быта. Словом, все, чего душа пожелает. Есть даже глиняные флейты. Значит, они настроены, на всех можно играть. А можете нам что-нибудь сыграть? Да, конечно. А на этом прилавке разбивающие игрушки для детей и взрослых. Большое внимание Ставропольцев привлек вот этот разноцветный кубик. Одна из старейших головоломок – это кубик Сома. Ему 850 лет. Сам, кстати, кубик состоит из семи геометрических фигур. Разбирается на семь частей и состоит, как бы, разные формы имеет. Но когда он собирается, это 240 способов собрать обратно в куб. То есть он уникален. Встретились на праздники и ставропольские писатели. Они приехали сюда со всего края, чтобы познакомить жителей Краевого центра со своим творчеством. Поэзия. Ты есть бесценный дар. Ты дар священный, посланный нам свыше. И не минует смертный дивных чар, восторга слов, сплетенных строп и вирш. Детей на праздники порадовали различными мастер-классами. Паригами, аквагриму, цветоделию и рисованием, красками и даже песком. Рисуем природу, да, девочки? Рисуем природу. Нравится вам? Да. Нравится. А что уже успели нарисовать? Травку, цветы, дерево, облака, солнце. Сюрприз на празднике ждал и новорожденных детей, которые появились на свет 12 апреля 2017 года. В тот же день, что и район, 40 лет назад. В рамках акции «Я родился в промышленном районе» администрация подарила родителям новорожденных детские кроватки. Достался такой подарок и дочке Инны, маленькой Элине. Ну, очень приятно. Неожиданно и приятно. Мы не знали до последнего. Ну, через несколько дней после рождения нам позвонили и попросили прийти сюда. Очень приятно, правда. День рождения района оказался важным событием для этой пары. Елена и Евгений вместе уже 41 год. Чуть дольше, чем существует промышленный район. На протяжении всего времени их отношения развивались именно здесь. Вот в этом парке мы начинали свои встречи. Вот. Это тогда был еще лесопарк, лес кругленький. И теперь мы живем в этом районе. Вот. И сюда часто ходим гулять. Ну, все свободное время. Можно сказать, что в этом году Парк Победы успешно открыл летний сезон. Вместе с множеством площадок здесь заработали более 30 аттракционов. И в целом парк заметно обновился. Обновилась инфраструктура, обновилось благоустройство, обновилось озеленение. Появились новые животные в зоопарке, появились новые аттракционы. Масса интересных праздников мы планируем для наших горожан. Ну, и не только культурно-массовых праздников, но и спортивно-массовых праздников. А вечерняя программа «Праздничный звездопад» объединила тысячи ставропольцев. На главной сцене парка выступил знаменитый коллектив Ставрополья и звезды российской эстрады. Группа «Руки вверх». И любимый многими шансонье Вилли Токарев. Тамара Годомская и Александр Лукьяшко, АТВ Ставрополь.